привет как у вас дела самый главный вопрос на картах таро это лекарство для души эти карты сегодня будут работать для вас инструмент анализа инструмент анализа того что сейчас с вами происходит чтобы найти оптимальное решение у меня карты в этой коробочке и коробочки то сделано что карта может куда-то застрять поэтому у меня вот такая бумага это макро файбер специально ты не бумага это и технология когда гармонизируется ph бумаги то есть энергетический ее потенциал так что это тоже помогает картам но я хочу посмотреть для вас что вам нужно знать прямо сейчас то есть это инструмент для самоанализа анализа ситуации анализа того что происходит и поиск выхода давайте будем смотреть итак здесь две карты король жезлов и паш пентакли смотрите что вам нужно знать прямо сейчас король жезлов говорит о том что сейчас что-то происходит во внешнем мире если вам здесь видно здесь человек у себя пространстве конечно и он изучает ситуацию в мире и в своей жизни карта мира на стене и жезл жезл это энергия человека где применить энергию чтобы чего-то добиться достичь для этого и жезл и поиск по всему миру то есть сейчас вот взаимодействие взаимодействие с миром может принести вам много пользы вы сейчас ищите может место на земле чтобы переехать место на земле чтобы применить свой бизнес свои таланты чтобы открыть бизнес онлайн или же бизнес дома открыть а онлайн просто рассказывать о том что вы умеете делать то есть вы сейчас ищите где применить себя чтобы этому миру пригодится и ну получить деньги для жизни а паш пентаклей это то же самое видите только здесь карта на земле тут вот на стене и весь земной шар то есть вы ищете то место на земном шаре где вы можете жить может или работать или продавать свою продукцию сейчас мир взаимовыгоден экономически и я знаю что вы живете по всему миру в такой стране что у вас есть паспорт себе ехать по всему миру и все искать может быть заказчиков может быть искать место где вы можете жить где вам будет удобнее и по климату достойно в общем вы сейчас ищите либо переехать либо дела свои продвигать здесь карта на земле допустим вы уже куда-то приехали и вы ищите окей где я буду жить где я буду покупать себе продукты какой здесь интернет как я могу здесь взаимодействовать с собой как нет будет здесь комфортно а паш и это паш пентаклей это поиск заработка у вас идет поиск заработка вам нужно перестроить себя перестроить свои финансы чтобы хорошо зарабатывать здесь у нас у нас паш жезла вот два пажа пажи обычно говорят вот это твои хлопать это твои заботы которые тебе сейчас нужны паш пентаклей говорит заботы о деньгах потому что нужно готовиться к тому что жизнь в материальном плане легче не будет то есть нужно зарабатывать больше денег и жезла восстанавливать свою энергию творческую значит отдыхать достаточно нельзя перерабатываться нельзя там много сахара вот я сегодня сегодня расстроилась но у меня был повод расстроиться не буду а лично ну как пример привожу и я съела ну столько сладости сколько я обычно ем за два-три дня ну что я довольна собой нет недовольна абсолютно то есть нужно восстановиться паш жезлов это энергию восстановить путем отдыха переключения активности или путем правильного питания путем разговора с другом вот как мы с вами сейчас здесь разговариваем да вам нужно восстановиться потому что если вы устали решение правильное не не придет любом случае ну что вы устали эта карта аэрофанта аэрофант это верховный жрец это внутренний такой учитель у нас у всех есть а эти архетипы внутри подсознания понимаете то есть старший аркан это 21 архетип и плюс шут шут это вопрошающий мы с вами тот кто смотрит расклад вот аэрофант это один из уроков которые проходите вы и мы проходим за свою жизнь урок от вас и 21 аркана вот много раз сейчас многие из вас кто смотрит проходит руки аэрофанта то есть это внутреннего сторожа морали для внутреннего сторожа морали это внутренний этот голос который говорит вам что правильно что нет для вас что работает а что нет я могу еще раз привести пример потому что гомеопат я это важно то что вот питание например это метафора для всего остального но вот у всех по-разному работает организм и что для одного лекарства для другого яд и вот этот внутренний учитель у вас и арофант он открывает вам знания о себе своих предпочтениях что для вас работает одни работают ночью другие днем у одних утром больше энергии других вечером у одних сырые овощи усваиваются другие совершенно нет нужно обязательно варить то есть у каждого свое и вам как вот этот мудрый и арофант внутренний учитель он выбирает что для вас легче что легче остров усваивается вашим организмом что легче вам делать для профессии как нам легче договориться с домашними это все вот этот внутренний учитель который подбирает ключик к вашей реальности арофанта там ногах два ключа вот так на перекресток то есть ключ от ада и ключ от рая но как хотите понимаете мы сами можем себе сделать ад и сами или сами можем себе сделать рай а королева меча это скорее всего тоже тип архетипа наверх фигурные карты карты двора они показывают людей или вот такую энергию если касается энергии то это энергия защиты скорее всего королева что-таки не король энергия защиты энергия борьбы энергия преодоления и энергия логического мышления это может быть воздушные знаки здесь задействовано кто-то из вас воздушные знаки это водолеем весы или близнецы еще может у вас вот партнер он огненных знаков здесь могут быть овны и стрельцы или львы но это может быть такие люди задействованы этих двух стихий вашей жизни больше всего на данный момент но не обязательно на данный момент королева меча она хочет все взвесить чтобы сказать окей нужно делать планы нужно делать планы на один день без если мы не сделаем планы на один день день будет хаотичный мы ничего не успеем и он не будет продуктивный нужно делать планы на месяц на три месяца на полгода и так далее обязательно королева меча делает планы сейчас как раз время хорошее чтобы а делать планы на жизнь десятка жезлов говорит о том что сейчас может быть вам тяжело может быть учите новую профессию или вы сейчас куда-то переезжаете или вы что-то что-то перестраиваете дома или по бизнесу по делам где-то у вас есть какая-то перестройка в вашей жизни вам тяжело вам может быть тяжело в отношениях вам может быть тяжело с тем или другим человеком что вам в этом случае делать идти нужно все равно вверх здесь вы несете эту тяжесть а еще такой котик там задержался то есть и все что хорошее все что тяжелое несете на своих плечах свой тяжелый крест и вы идете в гору нужно продолжать идти в гору и знать что вы идете в той цели которая позволит вам жить комфортнее ну а любой человек к этому стремится жить в лучших условиях в каких-то более условиях для вас для вас приемлемых дать это условие то комфорт чтобы комфорт бы что в дом со всеми удобствами до что был комфорт и десятка пентаклей вот здесь у нас и десятка пентаклей и десятка жезлов это две очень хорошие карты по часто современные художники и не понимают в общем-то и рисуют десятку жезлов такую страдальческую карту а десятка жезлов это много энергии много сделано чего и последний рывок перед тем как будет полноценный успех а по десятке пентаклей это уже успех финансовый когда вы уже знаете что бедным я не буду может быть и отложено на потом вот как у меня демография моих слушателей это ну 40 лет плюс примерно мой возраст или или моложе или или старше в основном моложе люди такие как этот умудренный опытом человек да ну я у меня опыт профессиональной деятельности с картами большой конечно есть здесь вы правы и многие из нас думает хорошо сейчас вот мир рухнул экономически все рухнуло будет новые новые деньги по банке рухнут новые экономические будут связи восстанавливаться все будет новое другое сейчас мир перестраивается и все что вы например на как накопили до этого времени она девальвируется во всех странах так какой за стране больше какой-то стране меньше но везде так она девальвируется сходит на нет и что нам говорили капитом на пенсию да но вам придется работать на пенсии в общем то это неплохо такие страны например как япония там вообще работают все время потому что несмотря на что на то что меня япония только пример привожу и понять технологически очень продвинутая там уровень жизни невысокий у людей а вот и там люди но они на мой взгляд у них культуре много чего можно взять и они знают что не отложишь на потом и некогда отдыхать нужно все время работать потому что работать это интересно и в общем там вот так никто не не думает о пенсии в канаде думать о пенсии по старости которая положена всем но это даже не хватит на отопление не говоря уже на жилье вам не хватит ни на что то есть практически если я не делала обозревал это очень легко если вы по-английски умеете посмотрите государство любое государство можно открыть документы это все доступно всем по google любого государства вы узнаете какая пенсия по старости там новой зеландии в австралии в канаде во франции так далее и вы посмотрите что это мизер но может быть где-то в швеции лучше да но в основном везде там мизер во всех странах мира мизер а вот и поэтому люди пока работают они откладывают себе на пенсию но теперь же деньги девальвировались вот поэтому но не вкладывают их они их инвестируют это помогает чтобы деньги не девальвировали здесь все о деньгах в этом раскладе но все равно все равно например с инвестициями ждет всегда туго туго бедно потом потом государство все равно это заберет большую часть этих денег в любом случае на подоходный налог и пенсии вы не на пенсии вы подоходный лак налог огромный вот все равно заберет большую часть у вас так что здесь смотрите куй железо не отходя от кассы как я много раз говорю пользуйтесь денежками сегодня а завтрашний день позаботиться сама о себе то есть вот этот закон который прописан в библии он до сих пор работает новыми словами модерный язык модерна и все но идея та же самая действует что позаботься о себе сегодня чтобы были силы чтобы была энергия чтобы было желание это самое главное потому что с возрастом людей пропадает желание что-то делать у людей опускаются руки пессимизм и это самое страшное будут руки ноги голова заработаете в любом возрасте десятка пентаклей говорит что в деньгах в деньгах нуждаться вы не будете король жезлов как раз об этой энергии идет речь восстанавливайте силы занимайтесь движениями каждый день так потому что мало кто из нас на такой работе где мы вагонетки грузим углем смысле работаем физически так мало уже и все больше и больше буду делать это машины фантастические будут роботы вот через десять лет землю никто не узнает да так что физически мало кто устает мы устаем в основном ментально особенно сейчас при текущих событиях это страшно как все устали ментально рыцарь жезлов это восстановление вот этой энергии силы восстановления семерка меча ну вот вас ворует энергии ворует энергии все комод не лень до информационная война вас ворует энергию все кому не лень на работе может быть может быть дома если неосознанные родственники не умеете вести а такие родственники часто бывают что у меня свет опять вот начала видео такой был хороший свет и опять вот я лично еще не вижу не знали вам что-то видно а вот но тем не менее вы слышите это главное кто-то кому-то выгодно вам дать плохие новости запугать вас сделать маленьким что вы ничего не можете ни на что не можете повлиять кому-то выгодно вот вот таким вас сделать чему-то все приводит но приводит к тому что вы все плохо чувствуете вам нельзя опускать руки нужно иметь оптимизм вот королева пентакли пожалуйста вот мне это напоминает мою бабушку да у меня была бабушка она была предприниматель она сама вышивала занавески ответил мне это бабушка вышла это все и она продавала их сама то есть она была таким бизнесменом тогда в те времена же нельзя было это все делать нельзя было свое творчество развивать вот и здесь она была бы такой королевой пентакли для меня я вот помню детстве сидела под ее швейной машинкой которая нашила день и ночь и а днем продавала эти свои произведения искусства и но это же намек на то что вот это предпринимательство сейчас возвращается каждый человек должен что-то не ход не не должен если хочет может ведь сам вот это что это делать потому что сейчас интернет можно открыть какой-то канал можно показывать что вы умеете и люди найдутся которым это нужно по всему миру я вижу здесь по всему миру вам будет интересно жить вам главное вернусь вернуть интерес к жизни вот не такой замыленный взгляд который кому-то выгодно вам навязать мол мы самодостаточном еще не надо нет надо с миром нужно взаимодействовать самодостаточность это когда мы взаимодействуем с миром получаем достаточно денег за нашу продукцию для жизни если мы с миром не взаимодействуем мы ничего не делаем для мира это значит мы останавливаем сознательно прогресс да мы должны обязательно что-то давать миру добыть самодостаточным смысле что денег должно хватать там одалживает ногу все на западе в долгах потому что как иначе можно иметь дом который так дорого стоит конечно на всю жизнь огромные долги и это огромные проценты нужно платить но никто не ноет все просто работают и все карта звезда эта карта тоже вас описывает уже эрофант выходил вас описывал как карта звезда вас описывает эта карта конечно вы сияете оптимизмом желанием что-то делать ну вот вот такая самодостаточность как как по звезде сиять от счастья то человек когда он такой скучный у них и выходит он там перебивается с картошки своей на вермишель вот он такой самодостаточный там где-то у себя на огороде ну это с одной стороны как иначе если иначе не получается но нужно стремиться к тому чтобы не это было а чтобы делать какую-то продукцию чтобы можно было продавать по всему миру чтобы людям ваша продукция нужно было и чтобы у вас были деньги и самодостаточность заключается лишь в том что если вам повезло так вами не нужно одалживать но я же я же вам говорю если вы на западе так у вас не получится не одалживать любом случае вот ну можно и одалживать с умом да об этом бы другие видео здесь вы звезда вы производите продукцию которая нужна людям и вот такая самодостаточность когда мы у нас доход больше расходов на нас любом случае есть есть расходы потому что когда мы получаем и расходуем деньги мы способствуем прогрессу эта звезда это интернет это мы теперь с вами уже все в облаке это эра водолея мы все уже занимаемся о сейчас лучше свет стал мы сейчас все занимаемся тем что ну и раньше так было всегда все психологи и маги вам говорили что ваш мир это картинка в голове и какая-то картинка в голове от зависит от вас а значит ваш мир счастливый или несчастливый все зависит от вас сияйте как звезда вместо того чтобы тусклой как например иерафант но еще хуже отшельник то есть такая карта он там тусклый своей пещере сидит самодостаточные своей пещере ему ничего не надо у него там в этом тряпье он наверно не мылся уже 10 лет и он самодостаточный если бы мир был весь такой самодостаточный ничего бы у нас не было ни вот этого замечательного интернета не вот этих замечательных машин и так далее вот так что я здесь вижу что вы звезда будете сиять десятка пентаклей вы позаботитесь чтобы у вас доходы были больше расходом но доходы были и но десятка жезлов говорит очень много опыта у вас для этого понимаете вы скажете я не знаю что мне делать найдете у вас много опыта у вас много опыта в той сфере которой вы работаете или в которой будете работать и этот многочисленный опыт даст вам возможность его применять этот опыт и уже я знаю что напишет поэтому сразу здесь скажу пишите пожалуйста но в любом случае я хочу помочь очень сильно хочу помочь а поэтому скажу что пробуйте найти себя свой свое жизненное предназначение свой талант а это когда мы пробуем много-много как шведский стол такой до пробуем много и замечаем себе даже записываем что у нас получается легко и с удовольствием вот два понятия легко и с удовольствием то что легко значит талант есть а с удовольствием значит сможете делать долго я надеюсь что этот расклад вам поможет потому что на мой взгляд он колоссальный получился очень классный желаю вам всем самого лучшего ставим лайк обязательно и обязательно присылаем видео друзьям обязательно помогаем другим тоже этим чтобы они тоже услышали что-то хорошее им нужно и полезно вот и если у вас есть какая-то возможность если я ваш консультант если вы каждый день смотрите я вам помогаю не скупитесь на 1 доллар в месяц это немного можно мне послать или донат или стать спонсором я буду очень благодарна душе вас поздравляю за щедрость и благодарю ну что ж будем видеться мои дорогие пока пока